Калетию со дня рождения Евгении Казимировной Герцог, писателя, эссоциста, критика, переводчика. Её день рождения по старому стилю мы отключали 30 сентября, но по новому стилю 12 октября, сегодня. Мы эту выставку также приурочили к предыдущему юбилею со дня рождения Евгении Казимировной Герцог, который мы будем обучать в 16-х годах, в 19-м году. И, наконец, эта выставка приурочена ещё раз на данный момент. Это в будущем со дня рождения Татьяны Евгении Казимировной Жуковской, хранительница семейного архива «Верцог Жуковский», какой-то, который очень много делал, потому что мы, субтитры, поэта серебряного метра, в эти Казимировные Ессоции, для того, чтобы мы сейчас могли читать, постигать духовность этих молитвенных стихов зачастую. Мы сегодня открываем эту выставку, и хотим сказать, что эта выставка будет, скорее всего, постоянной, и она не будет консервативной. Она будет постоянно меняться, потому что материала настолько много, и окружение сестёр Герцог настолько велико, что вторым названием к этой выставке мы придумали следующее. Это будет «Серебряный век в Крыму». И мы будем продолжать радовать за то, чтобы в Судайке возник музей «Серебряного века в Крыму» на основе мемориального дома сестёр Герцог, возможно, в будущем. Ну а сейчас этот архив, эта традиция, этот материал нашёл свой дом в историческом музее нашей Судайской крепости. Ну, вы знаете, что в Судаке на протяжении 20 лет проводятся международные крымские и герцоговские чтения «Серебряный век в Крыму». И результатом этих чтений явились памятные знаки, которые установлены в Судаке, и у мыса Алчак на месте расстрела графа Капниста в 1921 году и многих судакчан, и тех, кто в это время, в январе 1921 года, находился здесь. И благодаря этим чтениям появились и другие мемориальные знаки в нашем Судаке. Ну а сейчас мы рады, что эта выставка будет, благодаря вашему присутствию, открыта столь благородным собранием. И позвольте порадоваться вместе с вами тому, что к нам на выставку, на открытие пришёл поприветствовать председатель городского совета Сергей Александрович Новиков. Это хороший знак. Спасибо большое, Светлана Григорьевна, за такие тёплые добрые слова. Действительно, очень приятно присутствовать сегодня на таком мероприятии. Особо спасибо большое за то, что пригласили на это мероприятие. И я хотел бы отметить, прежде всего, наверное, потенциал людей, которые организовывают подобные мероприятия. Их труд, который сегодня воплощён в это замечательное название «Серебряный век в Крыму. Лики и образы». Светлана Григорьевна, опять же, именно вам спасибо. Мы знаем, насколько вы трепетно относитесь к подобным мероприятиям, к подобным вещам. Это очень здорово и приятно. Ну и важность проведения таких мероприятий в Судайке. Когда мы вспоминаем людей, тех уникальных людей, которые проживали на нашей земле. Вспоминаем их произведения, которые они творили здесь, на нашей земле. Это очень важно, это очень нужно. И для нашего воспитания, и нашего отношения к этому всему, и наших детей, это очень важно и очень нужно, которое влияет сегодня на нашу культуру. Спасибо вам большое, спасибо за мероприятие. Желаю всем приятно провести время. Спасибо. Дорогие друзья, рядом с нами в то время, когда мы начинали только это, скажем теперь, герцоговское движение в Судаке, была всегда и есть Ольга Вадимовна Байбурская. Теперь она заведующая музеем дома, мемориального дома Александра Сергеевича Грина «Старый Крым». Пожалуйста, Ольга Вадимовна, вам слово. Позвольте включить вам букет простой. С радостью приветствую вас, дорогие друзья. Поздравляю вас с большим открытием. Это открытие еще одного места, в котором нашел приют гений, того места, в котором мы с вами счастливо находимся. Как Коктебелия, гением места является Вавлышин. Безусловно, таким духом этого места является Адонавида Казимировна, герцог. Безусловно, и вся его семья, а также огромное влияние культурным жизнью, радостно до второго начала века. И это и трагические судьбы, которые прошли искусственную гендию этих земель, это и судьбы, которые научили нас ему преодолевать те жизненные дробности, которые вы подали на эту славу. И я с воздруги всегда смотрю на Светлана Григорьевна, поскольку от того момента, когда Светлана Григорьева встретилась, знакомая с Татьяной Ильичей Жуковой, она, безусловно, неоперерывно ведет эти длины к тому моменту, она не особретет свой труд и будет здесь, это уже достаточно масштабные эмоции, может быть, подобные музею Волошином произведения, и сусловно, трудностные, и уродственные, как подобные длины в сравнении на этой береге в том месте на Волошин. Поздравляю вас с таким удивительным дном, для нас это тоже очень важный праздник, и мне радует, что они воздушные прикосновения отмучаются. Спасибо. Дорогие друзья, в выставку готовим весь коллектив Сударской крепости. Мы еще раз говорим о том, что выставка у нас будет постоянная, и не обещается, поэтому не забывайте, приходите к нам, вы обязательно будете видеть каждый раз нечто новое, о котором мы будем анонсировать это новенье на нашем сайте, и приглашаю вас спросить, что отвергнулись. И разрешить это краткое вступление открытия, хотелось бы главарно говорить о миллионах веков. Как знать, наш быстрый ответ – прочту, что есть семена. Но сразу мы перед ответом, перед ответом будить разные имена. Так что мы сегодня будем разные имена, в итоге их уже не из полного затмения, но все-таки даем возможность видеть их лица, думать над тем, что они написали, думать над тем, о чем они мыслили, потому что Сударка и Гярия, и Ивана Вигин, и другие, и все, собственно. Сударка – это бездна интереснейшего материала, поэтому не буду давить вас уже здесь, на фонце пёте, и позвольте пригласить вас на саму поисковку. Первую эскурсию для вас проведет научный сотрудник Музея Заворития Государственной Крепости Алексей Деридовичкинерзай. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... 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 Продолжение следует...